Смотрите, какую чиновники сотворили пирамиду. За 19 лет вся моя работа была, чтобы победить и доказать в судах то, что доказуемое. Доказуемое доказано решением арбитражного суда. А деньги за 320 тонн элитной пшеницы Петру Шумакову так и не вернули. Это видеообращение к президенту записал фермер из села Терпенье Омской области, где попросил разобраться в его проблеме. А ситуация следующая. В 1998 году Петр передал Ассоциации крестьянских хозяйств часть собранного урожая, за что ему причитался 1 млн 111 тысяч рублей. А вместо этих денег выдали 14 тысяч тонн фуража, годного только на корм скоту. Союз крестьянских хозяйств Омской области от темы открестился. По мнению президента Союза Ивана Бригерта, Шумаков в этом виноват сам. Эта тема вообще какая-то тупая, некрасивая. Человек что-то делал, этот человек должен сам. Вот мы, например, как Союз фермерских хозяйств, мы этого человека не знаем. Мы с ними работаем. И по этой теме я вообще не могу ответить. Даже каким бы я не был человеком. Я вообще-то не знаю. Да, это вообще как-то где-то варилось. Но это вообще не наша тема. А чья тогда эта тема? На сайте Ассоциации крестьянских хозяйств России видим цель организации – защита прав и интересов российского крестьянства и улучшение условий жизни фермеров. Но, похоже, у нашего регионального союза цель существования иная. Правда, выглядит она несколько расплывчато. Перед нами стоит огромная задача. Это 18-й год, 19-й, 20-й, 21-й. На пятилетку перед нами стоят огромные задачи. Юрий Сергеевич говорил, конечно, потянуться в животноводстве, осваивать все вот эти другие отрасли. Как пишет «Новая газета», Шумаков углубился в бухгалтерию Союза крестьянских хозяйств. И обнаружил, что его семена ушли на мельницу тогдашнего руководителя – Тянина. Оказывается, они мои семена еще у меня брали вот 10-го, да, 20-го. А мои семена они перепродали как свою собственность и осенью уже получили возврат. А в них 13 фирм однодневок, ни одна фирма, ни правоприемник. Они 43 иска на меня подали. Вот я только 7 апреля 2016 года я через суд отбился от них. Однако нынешний руководитель в дела прошлого вникать не собирается. А ситуацию Шумакова он назвал байкой. Вы знаете, как рассказывают сказки. Тащили репку, бабы, тоже с тем. Мы не знаем слова, что в переводе, что это происходило. А мы не участники этой процедуры. Присутствовавшие на конференции фермеры беде Шумакова солидарность не выразили. Я тоже слышал про нее. Он рядом в Полтавке у нас живет. И я с ним разговаривал. Я говорю, ну понимаешь, когда это было, ты же сам член совета был. Как так получилось? Так как выжечь рядовому фермеру в Омской области? Тем более, что многие из них во время вспышки африканской чумы свиней лишились больших денег. В целом вырезали 20 тысяч голов.